Доброго дня, друзья! Недоброго дня вам, не дорогие! Здесь несколько заметных блогеров, ну в моей системе координат, прошлись по поводу возвращения Аллы Борисовны Пугачевой, родные пенаты. Очень смешно эта новость интерпретируется, поскольку она появилась одновременно в благосфере с сообщением о том, что только на Рублевке выставлено 4000 лотов общей суммой 2 триллиона рублей. Это, кстати, примерно столько же, во сколько на начальном этапе оценилась вся специальная военная операция на Украине. 2 триллиона рублей. Наши элиты, наши звезды, наши политики, бизнесмены распродают свою недвигу. Там самый дешевый лот, по-моему, 150 миллионов рублей. Есть и по 3, и по 3,5 миллиарда. 2 триллиона рублей. И в этом контексте вдоги рассуждали так, что Алла Борисовна Пугачева вернулась для того, чтобы продать свои дворцы и снова вернуться в Европу или в Израиль. Ну, в общем, там, где хорошо. Где им хорошо. Это полная ерунда. Она специально организовала вброс в своем возвращении. Вернулась она за неделю до этого. Если бы она хотела просто заняться вот этими моментами, условно говоря, хозяйственными, она бы сделала это тихо. Совершенно бы не полезось. Здесь она через знакомого своего дизайнера Гуляева организовала вброс. Я, кстати, с ним беседовал в рамках своей программы «Правда-24» вскоре после присоединения Крыма. Ну, или, как это называется, аннексия Крыма. В 2014 году. И помню наши с ним разговоры про его отношения с Аллой Борисовной Пугачевой вообще с шоу-бизом, с бомондом нашим вот этим шоу-бизовским. И прекрасно понимаю, что это просто пиар-ход. Пиар-ход, обозначающий, что все возвращается как бы на круги свои. Это такой знак. Потому что, помню эти переписки все и разговоры в марте месяце, через неделю-другую после начала спецоперации, когда вся наша элитка дружно двинула за границу. Там какой был ход мысли? Неделя вторая, и Бандера придет, порядка наведет. В том смысле, что НАТО задаст, похажет, кто хозяин в мире, Путина или уберут, или сместят, и все как-то более-менее устаканится. И то, что Алла Борисовна Пугачева приехала сюда, это как бы знак всем остальным, что они устаканятся. Ведь очень любопытное интервью Антон Долин дал. Антон Долин, для тех, кто в «Танке», напомню, что это ведущие рубрики «Пойдем в кино Оксана» в программе «Вечерний Ургант», главный редактор разных гиножурналов и крупнейший кинокритик, сын Вероники Долина, барда нашего советского. Он, говоря о Латвии, о Риге, сказал, что это очень хорошее место для того, чтобы переждать. Переждать. Они пережидают. Вот. И возвращение Аллы Борисовны Пугачева в этом смысле это такой маячок для определенной части вот этих понауехавших. Насчет Максима Галкина. Он не вернется, хотя его уговаривают очень некремлевские, многие покровители медийки, его друзья. Он прекрасно понимает, что это будет просадка по имиджу. Он занял определенную позицию оппозиционером, и ему репутационно вообще абсолютно не в кайф возвращаться и тем самым расписываться в том, что он как-то откорректировал свою позицию. А Алла Борисовна никаких заявлений не сделала, поэтому здесь все немножечко иначе выглядит. А Галкин, в общем, он все делает правильно, я считаю, в этом смысле. Я здесь вспомню такой эпизод из своей практики, когда готовил книжку о журналистике одну, там была целая глава «Кто сможет вдуть дудю». Ну, там всякие рассуждалки были моих собеседников о Юрии, как об интервьюере. И издательство хотел хайпануть и вынести в подзаголовок этой книги название этой главы «Кто хочет вдуть дудю» и вообще поставить его портрет, не попросили меня с ним связаться. И я связался, и Юрий очень уклонился от этого предложения. Он доказал еще раз, что он очень правильный и грамотный стратег. Не дам Диму Быков хотел видеть его президентом Российской Федерации. Ну, как в свое время Борис Абрамович Березовский Леонида Парфенова видел на этой позиции. Так вот, Быков Дудя позиционировал в этом качестве не зря. Он понимал, что у Юрия думал, как хорошо устроено. И, кстати, интервьюер он тоже очень хороший, сильнее значительно того же, допустим, Владимира Владимировича Познера. Я об этом в книжке, кстати, тоже пишу. Аргументы здесь не буду повторять, песня совсем не о том. В этом плане Дудь прекрасно понимал, что появление его на обложках, в эфирах... И, кстати, мои продюсеры очень его приглашали в программу «Важная персона», которая тогда выходила у меня. И она записывала с ВИПами, с крупными политическими деятелями, руководителями думских комитетов, сенатор Нарусова и бла-бла-бла. Вот. Он понимал, что это будет просадка ему по имиджу оппозиционера. Одно дело появиться в качестве гостя в программе «Вечерний Ургант» у своих, условно говоря, у единомышленников. Работать на ту аудиторию, которая понятна и которая его принимает, другое дело появиться на обложке книги, написанной Ватником и Колорадом. Это сразу возникнут вопросы. В этом смысле он не тщеславен, он очень смышлен. То есть, вот он не повелся для этого предложения. Кстати, вспомнил, что на одной из пресс-конференций ранних битлов, когда был задан вопрос, чем сами музыканты объясняют свою популярность, Джон Леннон шутканул, что у нас пресс-агент пьяница. В том смысле, что он бухает все время и не организовывает их интервью и появление в разных журналах, чтобы публика не нажралась и не переноситывалась. В каждой шутке есть доля шутки. В этом есть определенное рациональное зерно в этих рассуждениях. Так вот, возвращаясь к Галкину, он понимает, что ему по имиджу не покатит сейчас возвращение на телеэкраны, возвращение в Россию. Это, кстати, и ценник его сильно уронит, потому что он там получает, если верить тому, что пишут в той же Германии, 100 тысяч евро за выступление. Это, в общем, неплохие деньги, стабильные. И выступать там перед теми же своими друзьями и поклонниками российскими он может и в Прибалтике, и в Дубаях, да и где угодно, не приезжая сюда. Поэтому я думаю, что мудрая Алла Борисовна Пугачева сказала, чтобы он сидел и продолжал чесать. А она приехала, я думаю, что для стабильного возвращения, для того, чтобы, как она сказала, там мозги прочистить, мозги нам прочистить. Вот, посмотрите, фанатские сайты в восторге, все ее поклонники просто перещат от удовольствия. Алла Борисовна с нами. Максим пока нет. Да, и чтобы два раза не вставать, объясняю, почему этих моих пятиминуток не было. Там задавали вопросы. Ну, потому что Яндекс грохнул в мой аккаунт пятиминутки. Горестные ухмылки. У меня нет возможности там ничего размещать. Поэтому вот пока у нас на этом аккаунте золотая рыбка, я что-то буду связан с проектом, как и заявлено в описании канала, для того, чтобы не нарушать правила Яндекса и не оказаться в очередном бане. Потому что все мои аккаунты, вот аккаунт Додалит основной, где по-прежнему там более 120 тысяч подписчиков, я там не могу размещать эти видео, я могу только делать репост других каналов. И журналистские истории, и русский рок-версус-попса, они все Яндексом благополучно прикрыты. Язык вражды. Язык вражды. Я враждебен по отношению к украинцам, враждебен по отношению к уехавшим. Ну, что поделать, такая наша доля ватников. До скорой встречи. Дорогие подписчики, как я и обещал, часть денег, которые я заработаю на концертах в израильском туре, я переведу беженцам из Украины в фонды, которые помогают беженцам. Я уже это сделал, перевел деньги в несколько фондов. Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии в благих делах, но считаю, что в нынешнее время просто необходимо подсвечивать, освещать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся в этой катастрофической ситуации. И сегодня я расскажу вам об одном из таких фондов. Это австрийский фонд Austrian Aid Community. Вы можете перевести деньги. Аккаунт в тексте под этим видео. Замечательный фонд действует исключительно в гуманитарных целях. Это важно. Поэтому, если у вас есть какая-то возможность, тоже, как я, помогите им. Я буду продолжать помогать беженцам из Украины. У меня будет много концертов по всему миру. Надеюсь, и в России. И в самые разные фонды я буду отправлять деньги. Критерием будет, безусловно, не то, в какой стране зарегистрирован фонд, а критерий – это прозрачность, уверенность в том, что деньги не украдут, что они дойдут до адресата. Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом, как гражданина Российской Федерации, разделяющего ответственность за происходящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова